В Коктебеле свободный доступ к морю должен быть обеспечен до начала нового курортного сезона. Такую задачу перед местными властями поставили вице-премьеры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек в ходе совместной рабочей поездки в поселок. Затронули и тему развития туристического кластера. Продолжит Виталий Попач. Набережная Коктебеля сейчас в поистине ужасном состоянии. Из-за бетонных площадок, построенных нерадивыми бизнесменами и выступающих на несколько десятков метров в море, размывает еще не захваченные участки пляжа. Вот так выглядит участок, который несколько лет назад укрепляли, а неподалеку плиты уже давно сползли в воду. Все потому, что по соседству трехэтажный особняк, хозяин которого построил еще и бетонный пляж. При этом все старательно огородил двухметровым забором. Анатолий в Коктебеле живет уже 40 лет и в последние несколько на пляж не ходит, просто потому, что до него не добраться. Сейчас же ясно, та сторона застроена вся на море, конечно. А тогда же не было, все было свободно. Тихая бухта свободная. А здесь мы не ходим. Тут что, канализации нет, оно все в море бьет. Таких заграждений вдоль всего пляжа несколько десятков. Судьба их ждет одинаковая. Все незаконные строения, которые будут у нас на побережье, 100-метровой зоне находиться, все те заборы, ограждения, которые препятствуют нашим жителям подойти к побережью, будут уничтожены. Еще раз говорю, просто уничтожены. Поэтому рекомендую всем предпринимателям, которые решили приватизировать участки земли, в том числе с морем, выстраивали там все площадки для бизнеса. Еще раз говорю, бизнес только будет строиться совместно с людьми, которые здесь проживают, и с нашими отдыхающими. Компромиссы искать не будут, поскольку к владельцам заборов слишком много вопросов, подчеркивает вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. Но сначала все же попробуют решить вопрос без применения силы. Все заборы, они установлены незаконно. Те объекты, 100-метровые зоны, которые имеют правоустанавливающие документы, они достигались путем, скажем так, судебных решений. А это уже говорит о том, что использовались какие-то нетрадиционные методы воздействия, потому что все-таки законной формы получения правоустанавливающих документов не было и в рамках украинского законодательного поля. Общий механизм выполнения задач уже понятен, рассказывает председатель Феодосийского горсовета Светлана Гевчук. Если отклика от горе-бизнесменов не будет, сносить будут силой. На выполнение этого решения у местной власти осталось не так много времени. С чего мы начинаем? Это наведение порядка, прежде всего, улиц и территории прибрежной зоны. Всех людей, которые имеют незаконное строительство, мы сделаем предписание, поставим перед фактом и начинаем действовать. Затронули и более приятную тему развития Коктебеля в целом, в частности, восстановление малой авиации в регионе. Есть несколько пустующих взлетных полос, а также парашютный клуб на горе Клементьева, который существует лишь за счет самих спортсменов. Поскольку сейчас все аэродромы в собственности республики, важно подчинить их одной организации и после этого начинать реконструкцию. Главное, что мы сохранили потенциал людской. Те, которые болеют и живут малой авиацией, они столько мне предложений просто фонтанировали идеями, мыслями. Я думаю, что главный потенциал – это наши люди, которые остались, а инфраструктуру разрушенную, которую там и наследие. Мы восстановим. Определённой структуры пока нет. Её будут обсуждать в ближайшее время. Однако в планах не только развития спортивного и туристического секторов, а также восстановления сельскохозяйственной малой авиации. Виталий Попач, Александр Волконский. Время новостей. Коктебель.